всем привет и добро пожаловать на канал биби таки dos и у нас сегодня очередное кукольное чаепитие надеюсь вы пьете что-то вкусненькое я буду пить свои утренние витамины и сегодня я хочу поделиться с вами очень очень важными новостями и так если вы состояли в прошлом году в клубе integrity toys если вы в этом году вступили в клуб integrity toys то вас волнует вопрос как выкупить своих кукол и как доставить их в россии и если вопрос как доставить стоит не так остро с этой проблемой мы уже многие сталкивались и на самом деле если вы пользовались услугами склада то наверняка смотрели что сейчас ваши склады пишут по этому поводу и скорее всего они работают я пользовалась складом shop funds насколько вы знаете я думаю я рассказывала об этом и до shop funds все еще работает и через него отправить можно также я думаю что работают все остальные склады если вы пользуетесь каким-то другим но на самом деле я переехала на другой склад и сейчас я расскажу почему если со складами и с доставкой все более или менее понятно да мы понимаем уже хотя бы это не такая супер новая информация мы понимаем как этим пользоваться то есть у вас есть свой адрес в штатах то есть что-то вроде абонентского ящика на складе в штатах и вы отправляете на этот адрес и затем склад отправляет к вам домой все это работает по крайней мере в тех складах которые я смотрела например тот же shop funds сообщает о том что он по моему он сейчас через хельсинки везет точно не могу сказать но по моему через хельсинки но не суть важно доехать посылка может да она сейчас будет ехать не так быстро как раньше то есть если раньше посылка из штатов не приходила за неделю то сейчас конечно она за такое количество времени не доедет наверное это будет неделя две и на самом деле я готова к тому что это будет дольше ничего страшного лишь бы доехала но больше проблемой стала оплата потому что как вы знаете наши карты больше не работают за границей paypal не работает то есть оплатить российской картой не получается если вдруг у вас получилось потому что есть какие-то сведения о том что у кого-то эти карты российские работают если у вас вдруг работает карта российского банка где-то на иностранном интернет-магазине пожалуйста поделитесь этой информацией расскажите что за банк что за карта что за платежная система что у вас проходит потому что я попробовала все свои российские карты ничего у меня не проходит и если вдруг у вас проходит делитесь и возможно нужно открыть какую-то сто пятидесятую карту за этот месяц чтобы что-то работало но у меня большие сомнения вообще что это рабочий вариант ну так в общем и нужно нам оплатить и первая мысль как оплатить у меня было что я перечислю деньги родным мне близким людям которые живут за границей в моем случае это канада и просто перечислим деньги они за меня оплатят и на самом деле все бы ничего но этот план я не говорю что он не рабочий он наверняка рабочий я уверена в том что он рабочий но у меня не получилось то есть я попробовала отправить там небольшую сумму и вот она уже катается вторую неделю то есть мой банк говорит о том что он перечислил но насчет человека так деньги не пришли то есть где-то они там зависли и в принципе деньги там которые я отправляла не шли напрямую из моего банка в банк канады они шли какими-то окольными путями через другие банки поэтому я не знаю насколько этот способ надежен и возможен но если вы знаете хороший надежный способ сейчас переводить деньги за границу то тоже расскажите может быть какие-то системы да сейчас все еще работают я просто них не знаю и может быть это действительно хороший рабочий вариант и в то же время я нашла информацию о том что компания боксбери боксбери вы наверняка знаете это транспортная компания до курьерская компания то есть все что касается логистики пересылок компания боксбери и они во первых сначала я увидела информацию о том что они открыли свой склад и подумала что наверное ему надо бы попробовать потому что например shop fans он тоже работает через боксбери и логично предположить что если работать напрямую боксбери то будет дешевле это первая мысль которая у меня возникла и поэтому я решила попробовать с ними то есть там принцип примерно такой же да то есть они вам тоже дают адрес на складе на который вы все это отправляете то же самое вы можете собирать несколько посылок там потом заполнить на это на всю декларацию и вот себе все отправить по таможенным лимитам все остается в силе все те самые 200 евро и еще боксбери не рекомендуют там заказывать больше трех однотипных товаров то есть например я сейчас отправляю себе посылку с тенями и там я брала три палетки там например пять палеток уже на не стоит заказывать потому что у вас могут возникнуть проблемы на таможне так вот сначала я посмотрела что у них есть склад а потом увидела информацию о том что они оказывают услуги по выкупу то есть вы им отправляете деньги боксбери в рублях а боксбери уже в долларах покупаю выкупает ваш товар из магазина и на самом деле я долго проверяла что это действительно боксбери что это действительно их сервис что они действительно так делают и волнение у меня были до самого конца то есть переживала я до самого конца все ли будет в порядке потому что я думаю что вы прекрасно понимаете что в той ситуации которая сейчас происходит огромное количество мошенников их будет все больше и больше поэтому я вас всех призываю быть очень аккуратными все по десять раз проверять не доверяйте каким-то просто сайтам который вы находите в интернете все обязательно проверяйте так вот боксбери действительно может выкупить ваши товары что для этого они просят сделать вам нужно там форме на сайте у них заполнить формочку вам позвонить или напишет их менеджер который дальше разъяснит действие но что происходило со мной то есть я заполнила форму вам нужно скинуть ссылку на свою корзину то есть вы в корзину складываете все товары которые вам нужны и ссылку вот на эту корзину отправляйте в боксбери просто так в корзинке у меня не получилось то есть я хотела изначально купить подарочные сертификаты integrity toys да без захода в личный кабинет чтобы они просто купили мне сертификат так они не делают то есть здесь немножко подруга другая схема они заходят ваш личный кабинет то есть вам нужно залогиниться сложить все в корзинку выбрать нужный адрес доставки да там применить все купоны которые у вас есть и уже после этого скинуть ссылку на вашу корзину и они зайдут под вашим логином и паролем ваш личный кабинет опять же я не могу сказать что это очень безопасная история если вы не уверены в той компании которые представляют услуги то наверное так делать не стоит и все что я делала это я делала на свой страх и риск прекрасно понимаю что возможно там свои 140 долларов которые мне необходимо заплатить за куклу я возможно их потеряю и наверное в данной ситуации в любом случае нужно ко всему относиться именно так если вы понимаете что вы не готовы потерять свои деньги если что-то пойдет не так то наверное лучше вообще не ввязываться в эту историю сейчас я понимаю что есть люди у которых висят предзаказы на integrity toys mattel сайд-шоу где-то еще и конечно там часть денег уже заплатили и выкупить вам хочется я понимаю это прекрасно мне тоже хочется главное будьте очень аккуратной и все проверяйте чтобы вы не потеряли те деньги которые вы куда-то переправляете потому что напрямую это сделать ну нельзя то есть вам нужна чья-то сторонняя помощь в этом вопросе так вот я отправила все эти данные в итоге со мной связался менеджер то есть мы вели с ней переписку в почте мы общались по телефону что они делают они заходят в личный кабинет вместе с вами все проверяют что все правильно и высылают вам счет на оплату вот этой услуги вы платите те деньги которые должны заплатить плюс 10 процентов но не менее 10 долларов то есть если у вас там счет меньше 100 долларов то все равно комиссия будет 10 долларов за саму операцию из приятного курса они считают по центробанку то есть это курс не на покупку а именно курс центробанка то есть если например курс на покупку у нас сейчас что-то в районе 120 рублей за доллар то курс центробанка вчера был порядка там 103 104 рубля и вот именно по этому курсу они считают и выставляют вам счет в этом курсе и а вы доплачиваете эти деньги то есть вам присылают форму платежную в этом выносите сумму номер заказа своего все это оплачиваете с вами тоже сразу же связываются говорят что то есть я платила уже вечером часов 6 вечера я заплатила и часов 7 наверное они уже оплатили мой заказ и мне пришел инвойс от integrity toys о том что заказ оплачен все в порядке и вот наверное только в этот момент я успокоилась поняла что все нормально все работает я не потеряла там свои 140 долларов что приятно еще integrity toys на мою память вообще впервые так быстро отправили посылку потому что они отправили мне посылку в тот же вечер обычно может быть потому что я всегда раньше оплачивал прям в первый же день когда приходила ссылка на доплату они обычно отправляли там дня через два сейчас я посылку оплатил уже там где-то через неделю после начала оплаты они мне отправили прям сразу же то есть у меня уже есть трек номер и я могу отслеживать эту посылку и вижу что она едет на склад эту посылку я решила сразу объединять я буду вести вместе себе и куклу там и три палетки теней то есть сейчас я на стадии когда я оплачиваю палетки теней сразу скажу бог сбери делает эту процедуру довольно медленно и я понимаю что сейчас да они единственные насколько я знаю кто так сделал потому что этот вопрос я задавала вообще с самого начала в компании shopfans я спрашивала могут ли они так сделать то есть изначально я спрашивала могут ли они мне купить вот эти подарочные сертификаты от integrity toys они сообщили что нет они так сделать к сожалению не могут если есть какой-то еще склад который так делать тоже пожалуйста расскажите давайте соберем всю информацию о том как сейчас можно действовать какие есть проверенные действительно проверенные способы то есть если вы что-то не проверяли но видели то тоже расскажите я постараюсь все это тоже проверить для того чтобы мы с вами знали понимали что нам делать как действовать в этой ситуации способ сбок сбери я сама на личном примере все это проверила у меня все сработало конечно же морально мне бы было наверное спокойнее если я пересылала деньги просто своим близким да и они покупали за меня конечно это был бы было бы дороже потому что курс дороже комиссия ну комиссия наверное примерно одинаковая за переводы конечно в этой ситуации уже все будет не так просто как было раньше и если вы до этого момента боялись пользоваться хотя бы складом то сейчас вам будет еще сложнее и наверное может быть стоит перейти на вторичный рынок сейчас если вы волнуетесь и плохо разбираетесь в этом вопросе для вас это прям сложно возможно лучше перейти на вторичный рынок пока вся эта ситуация вот в таком виде пока мы в общем-то отрублены от мира поэтому моя посылка ко мне идет и мы скоро вместе с вами вскроем куклу прошлого года poppy parker palm springs ту что темнокожая в голубом платье вот именно ее я жду надеюсь она нам с вами понравится что касается интегрити то есть интегрити то есть это точно такая же иностранная компания как любая другая она не может обойти правила блокировок которые сейчас установлены она не может просто у вас принять платеж да там по карте например виза mastercard как она делала это раньше потому что это запрещено на законодательном уровне это не интегрити то есть придумали не они такие капризные просто не хотят идти на уступки просто это запрещено на законодательном уровне и наши с вами карты просто отключены от системы платежей свифт то есть по сути для там визы для mastercard вашего счета вашей карты больше не существует да они там работают в россии работают внутри по стране но именно того функционала который они должны выполнять да за счет вот этой системы свифт они сейчас не выполняют и это не вина интегрити то есть поэтому не стоит написывать им гневных писем умолять или еще что то они ничего не могут с этим сделать на самом деле интегрити то есть пошли на уступки российским коллекционерам всем пришли письма о том что вышло вот как раз таки кукла поппи паркер палм спрингс обычно период оплаты он две недели и они написали российским коллекционерам о том что они продлят для нас период оплаты там до мая надеюсь что что-то получится что-то исправится что может быть ситуация изменится ну либо мы найдем альтернативные способы оплаты и вот про один из них даже про два из них я вам сегодня рассказала один меня не очень получился но я уверена что он тоже работает что возможно перечислить каким-то образом людям деньги за границей но просто я не нашла такого способа наверное я плохо в этом как-то разбираюсь и для меня это был сложный вопрос я не смогла с этим справиться поэтому здесь нужна ваша помощь если вы знаете такие способы если вы раньше переводили да и у вас до сих пор работает этот способ то пожалуйста расскажите сама я пробовала способ перевода сбербанк то есть сбербанк утверждает что они могут перечислять там насчет иностранного банка и возможно и могут но возможно там проблема с принимающей стороны возникла не знаю в чем получилась проблема потому что сбербанк утверждает что они операцию провели все осталось загадочно к счастью я переводила там небольшую сумму и ее не жалко что она там затерялась ничего страшного хотя бы проверила и попробовал я надеюсь что ситуация будет выправляться что это не продлится долго вообще вся эта ситуация и надеюсь что мы вернемся к нормальной жизни и все снова будет функционировать и мы с вами не будем так сильно переживать каждый день по разным поводам и конечно я надеюсь что с вами все в порядке что вы живы здоровы и что ваши близкие родные живы и здоровы что все с вами хорошо что вы не потеряли работу что вы в нормальном психологическом состоянии пожалуйста берегите себя берегите своих близких не ругайтесь не спорте потому что это ваши близкие это ваши родные относитесь с пониманием ко всему что они говорят думаю даже если их точка зрения с вашей не совпадает и конечно же берегите себя потому что если вы не будете это делать никто за вас это сделать не сможет поэтому внимательно относитесь к своему сейчас душевному состоянию и делайте все что вам помогает для того чтобы это душевное состояние находилось в норме то есть мне например сейчас помогают конечно же куклы да то есть вернитесь своим полкам к тем куклам которые у вас уже есть даже если вы не можете сейчас купить что-то новое ничего страшного вернитесь к тем кто у вас есть и порадуйтесь этому пойдите поиграйте пошейте порукодельничайте это очень отвлекает и очень помогает себя немножко успокоить конечно же очень очень сильно помогают близкие которые рядом делайте что-то вместе проводите вместе время и наслаждайтесь этими моментами и 3 3 вещь которая мне помогла это спорт я на самом деле никогда им не занималась вообще никогда не любила спорт но в итоге пошла купила карты фитнес-клуб и мы сейчас с моим мужем ходим фитнес-клуб и оказалось что это весело и помогает немножко разрядиться поэтому посмотрите тоже в эту сторону если у вас сильный стресс то это хороший способ точно не стоит налегать на сладости на какую-то вредную еду на алкоголь если совсем уж никак не в многоту то конечно же можно все в этой жизни практически все из того что я перечислила я про еду и алкоголь если что и если вам больше 18 но помните что от физического состояния вашего тела еще зависит и ваше душевное состояние да может быть один вечер вам будет хорошо затем потом весь следующий день будет намного хуже чем было до этого то же самое касается сладости я сама на самом деле в феврале в начале марта мне казалось что я питаюсь исключительно вообще сахаром только какими-то сладостями меня все обнесло прощами как никогда не было я как будто бы вернулась в 14 лет не делайте так берегите себя и если у вас будут возникать какие-то сложности вопросы с покупками с посылками если вы чего-то не понимаете не знаете как сделать куда нажать не стесняйтесь пишите я по мере возможности буду вам всем отвечать у меня работает youtube у меня работает instagram у меня работает телеграм-канал у меня работает группа вконтакте то есть это 4 места где вы мне можете спокойно написать ссылки на все это я оставлю обязательно внизу в описании если вам просто захотелось поговорить если вам тяжело то тоже можете написать я всегда отвечаю на все сообщения не всегда мгновенно и быстро потому что я тоже работающий человек и не всегда могу среагировать быстро давайте будем вместе не будем ссориться не будем ругаться и будем вместе решать все проблемы которые возникают